Доброе утро, дорогие друзья! У кого-то оно может доброе, у кого-то недоброе, но тем не менее. Я вчера свой влог не выставляла, ну вообще не выставляла видео по той причине, что ходила вчера в нашу поликлинику. Но, как я и ожидала, меня она новым, чем-то улучшенным не удивила. Наоборот, еще хуже стала, это точно. В общем, у меня такое впечатление, что о людях не думают вообще. Почему такая медицина, я не понимаю. В общем, я сейчас ставлю кусочки видео, как я ходила, и вам станет немножко ясна картинка, о чем я сейчас и говорю. Добрый день, друзья! Какая красивая розочка! Просто прелесть! Всегда любуюсь этим уголком, когда здесь хожу. Это со стороны гинзы. Красота красивая. Здесь тоже, ну уже большинство цветов цветов. Красота! Красивые сережки, называется, да? Ох, какие цветы! Я таких и не видела. Интересные. Ну что, дорогие друзья, результаты моих походов в поликлинику. Называется «Помоги себе сам». Ну, я знала, что так и будет, потому что уже ж я там как бы не первый день ходила. И что-то добиться от нашей поликлиники невозможно. Почему? Потому что я не знаю, каким образом распределяются эти талоны, но предварительная запись у них получается на два дня. Как бы, ну, расскажу все по порядку. Пришла я в 7 часов утра. Значит, говорят, ну, в порядке живой очереди. Там вначале стоишь, потом, значит, берешь талоны там и подходишь, вызывают тебя. Вроде все это цивильно, да? Ну что, я подошла ровно минуту, сказали, талонов нет. Хирургу талонов нет. Я говорю, у меня экстренная ситуация, у меня, возможно, тромб и так далее. Идите в смотровой кабинет, 103. 103 кабинет, там очередь, я отсидела 2 часа. Я зашла в кабинет, талонов нет. Врач не принимает, будет принимать только после 2 часов. И не знаю, примет он вас или нет. Я говорю, что мне делать? Говорю, если у меня оторвется тромб, вы ответственность будете нести или кто? Говорю, я же не просто так. Вы, говорю, даже не посмотрели на мою ногу. Говорю, есть же у вас цито, или как это называется, экстренные ситуации. Она, ну что там у вас, показываете? Я ей показываю ногу, у нее, конечно, глаза по 5 копеек. Она, вот выше, покажите выше, у меня же пошел отек. Я все это показала. Она, ну я не знаю, что мне делать, что вам. Я говорю, вы запишите, что я к вам обращалась. Говорю, вы умно делаете. Я говорю, я не хочу с вами ни ругаться, ничего. Но если со мной что-то случится, крайних-то, говорю, найти надо, я спокойно разговаривала, все. Она, нет, я вас записывать не буду. Я говорю, ну вы, конечно, все с себя снимаете ответственность. Потому что я в регистратуре простояла, говорю, час к вам почти, два часа простояла. Говорю, три часа прошло, а потом вы говорите, не занимайтесь самолечением или занимались самолечением. И в итоге, говорю, вы не знаете, примет меня врач, не примет меня врач. И что мне делать? Я обратилась в поликлинику, говорю, мне не оказывают даже первой помощи. Звоните на скорую. Говорю, на скорую я уже звонила, мне сказали, обращайтесь в поликлинику. Я говорю, им тоже рассказала, говорю, они сказали, обращайтесь в поликлинику. Что мне, говорю, делать? Она, ну я не знаю, женщина, ну я не знаю, и с такой злостью. Ну что, я развернулась, пошла на предварительную запись, записалась на шестое число. Но это сегодня день, завтра день, у меня отек. В общем, я не знаю, никуда, нигде не пробьешься, ни платно, ни бесплатно. В общем, дурдом вот так вот помрешь и никому не нужен будешь. И я просто не знаю, ситуации, конечно, аховые. Там, значит, администратор стоит, я говорю, ну ваши врачи, те, которые здесь принимают, они же где-то, небось, принимают в платных клиниках. Вы не можете подсказать, кому мне обратиться, чтобы, говорю, я готова заплатить деньги, но попасть на прием к хирургу. Она говорит, я такой информацией не владею. В общем, дурдом. Сейчас приду домой, буду обзванивать все платные медцентры, которые у нас есть. Попаду, не попаду, не знаю. В общем, сказано одним словом, периферия. Я не знаю, кого они лечат, как они лечат, но вот факт остается фактом. Если у тебя что-то срочное, даже если ты пришел и хочешь попасть, ты не попадешь, а потом говорят, что усугубляете ситуацию и все такое прочее. Вот. Так что веселье. На улице у нас наступила жара. Очень жарко сегодня. Наверное, градусов за 30. Вот. А я же думала, что я поеду на такси, потому что нога-то болит очень сильно. Я ночь сегодня не спала и пила обезболивающее. Вот. И думаю, поеду на такси. Вызвала такси. Такси не... В общем, сегодня не мой день. Понедельник день тяжелый называется, да? Не смогла дождаться такси. Крутится-крутится, а никто не едет. То есть расстояние не очень большое. И они не соглашаются. Отказ, отказ, отказ. Пришлось мне идти пешком. Я еще не знаю, чем вот этот мой поход сегодня закончится туда-сюда. Пить хочу, не могу. Утром выпила чашку кофе и все. Сейчас время, наверное, часа три уже. Вот. Ну, ничего. Похудею. Это, конечно, не нормальное худение. Но что сделать? Обстоятельства выше нас. А я здесь... Получается, это у нас там сквер. И вот это у нас ЖЭК. Везде тенечка нет. А здесь тенечки. Думаю, сяду, посижу. Сейчас посидела. Еще буду думать, как дальше идти. Настали времена. Если не своей зеленой кофточки. Неончики. Ну, жарко в нем, конечно. Так, ладно, пошла. Ну вот. Воспринимайте, как хотите, то, что я там сказала. Типа я жалуюсь или возмущаюсь, или еще что-то. Мне, если честно, все равно. Потому что у меня сейчас такое состояние, что мне кажется, уже все то, что там кто-то будет говорить, у меня реакции, наверное, никакой не вызовет. Потому что я настолько вот не то, что шокирована, но просто и даже уже и возмущения нет. Ничего нет. Ну, как бы, наверное, все-таки наступил период безразличия у меня, что ли, потому что... Или безысходности, принятие безысходности, да. Не знаю, как это воспринимать, потому что получается, даже если ты хочешь получить какую-то помощь, ты ее не получишь. Независимо от того, есть у тебя желание, нет у тебя желания. Вот. И... В общем, не знаю. Как и что воспринимать по-другому, я уже не знаю. Ну, в общем, ладно. Я вчера пришла, конечно же, во-первых, очень жарко, у нас опять наступила жара. И я вымоталась и морально, и физически. И пришла, покушала. Я вот утром кофе попила. И уже, видимо, от того, что я сильно устала, мне больше ничего не хотелось. Я накануне же готовила кабачки, да, жарила. И майонезом с чесноком обмазывала. Вот я ровно один кусочек этого батона покушала с этим кабачком. Запила чаем остывшим, ну, холодным, который накануне, не в этот день, а перед этим вечером я делала. Вот, и выпила таблетки, те, которые я пью. И пошла, опять задрала ноги. И полежала так какое-то время. Сделала примочки на ноги. И легла. Это было, наверное, восьмой час. Я поняла, что у меня нету сил ни мастер-класса, ни видео что-то снимать, выставлять. Вообще, вот, просто было такое состояние, что я не могу передать. Я не могу сказать, что прямо у меня такие сильные боли были, или еще что-то. Ну, вот. И, в общем, я решила, что ничего я не буду выставлять, потому что я целый день провела в больнице. Естественно, я ничего не снимала. И хотя я там в очередях была, я какое-то время стоя стояла, потом какое-то время там сидела. Но все настолько там тесно. И вообще, мне, если честно, и не до вязания было. Вот. И получается, что вот это, когда я приняла такое решение, думаю, что такое шумит. А это газы почему-то стали шипеть у кваса. И получается, где-то в восьмом часу я как уснула, а еще я выпила, не месил, потому что, ну, как бы то ни было, болели ноги, и тем более я их натрудила, ходила. И получается, что вот это я как уснула, и проснулась в шестом часу. И вот это вот мне показалось, что я только легла и сразу проснулась. Вот. И утром встала, естественно, опять у меня завтрак, питье таблеток. Ну, теперь уже по-другому никак. Вот такая жизнь наступила. Что теперь сделаешь? Отварила картошечку, отварила огурчики. Я вчера, когда там была рядом с поликлиникой, там, это ж мой район бывший, я прекрасно знаю, что там стихийная торговля, торгуют домашними огурцами, укроп, лук. И вот я купила укроп, лук, огурцы же мне Зина накануне привезла. Я сейчас ставлю тоже видео кусочек. Приезжала в гости Зина, привезла мне малинки, крыжовника, черной смородины, красной смородины, огурчиков своих домашних и чеснок. Чеснок, там он грязный, я поэтому не буду сюда на стол ставить, надо его почистить, потом уже в холодильник закладывать. Ой, хорошо иметь таких друзей. Зиночка, спасибо тебе большое, знаю, ты смотришь мои влоги, дай бог тебе здоровья. Все жалуются, что в этом году плохие огурцы и плохо посходили и даже то, что взошли, то клещ нападает, то еще что-то ест. Ну, в общем, я не могу, не имею возможности сейчас идти на дальнее расстояние. Так, конечно, я бы сходила, посмотрела, по какой цене их продают на рынке. Даже не знаю, сколько стоят домашние. Могу только сказать, сколько стоят у нас в магните. И вот в ларючке я тогда была, покупала. Но, слава богу, что есть такие друзья, которые вот так вот угощают меня. Спасибо им большое-пребольшое. Вот. И поэтому, вот знаете, опять я вернусь к своему далекому прошлому. Или, скажем так, к вопросам некоторых подписчиков, которые там задают мне эти вопросы, что даже вот сейчас, когда я стала говорить о том, что наступили там времена тяжелые, ну, у всех они наступили, не только у меня. Мне опять задают вопрос по поводу моих ногтей. Вот я сделала. Позавчера, по-моему, я их делала. Я уже не помню, забыла. Вот. И уже рассказывала не один раз, почему я бесплатно делаю до сих пор ногти. Этот раз спрашивала, говорю. Слушай, ну что, подорожали эти самые материалы? Она сказала, что подорожали, но не на много. Это скорее из-за того, что вот это приходится теперь какая-то там поставка не напрямую, а вкруговую. Ну, из-за логистики, скажем так, подорожания. А сам материал, говорит, даже подешевел. Ну, и она там рассказывала, что она там разговаривала с поставщиками. Поставщики, ну, у нее разные там поставщики. И что один из поставщиков сказал, что цену поднимать не будет, говорит, потому что, ну, ему выгоднее, что не будут теряться его клиенты. Пусть лучше будет, ну, меньше, но постоянные, да? То есть, я примерно понимаю эту схему, но высказать, как говорится, не могу. Вот. Так что, она сказала, что она тоже пока еще цену не поднимала. Ну, я даже говорила же, что я не знаю, сколько чего стоит, я и не спрашивала. И вот взять и кумушку, допустим, даже кумушке, вот я хожу, мы там дружим, и сколько лет, и все. Я никогда не хожу с пустыми руками. Я ей то пряжу подарю, то там что-то поделюсь с тем, что у меня есть, то, скажем, там конфетки, еще что-то там. Ну, я не знаю, ну, люди вот просто сидят на диване, ничего не делая, хотят, чтобы кто-то что-то им за просто так делал, или за красивые глаза. Поэтому, вот, вы сами видите, я же не скрываю, показываю, что вот у меня есть друзья, друзья меня постоянно поддерживают в любых ситуациях, мы всем делимся. И там, допустим, вот Наташа, я в прошлый раз подарила эту тунику ананасовую, да, мотивами ананасовую, там мне писали, ой, Ирина, лучше бы вы продали, или еще что-то. Я сама знаю, что лучше, а что нет, потому что я меряю это немножко другими мерками. Вот, и поэтому, вот, скажем так, с перспективой на будущее, может быть, или, ну, как это выразиться. Хотя, я никогда, если я что-то делаю, я всегда делаю от чистого сердца, а не задумываясь, что там, вот, тогда-то, тогда-то, мне может быть как-то кто-то, чего-то и почем-то. Кстати, я вставлю фото, я не показывала, я же скатерзи не отдала, и плед она мне сняла у себя на диване и на столе, скатерзь. И, в общем, ставлю, как у нее в квартире это выглядит. Вот, а я вчера пришла, даже пакет не разбирала, потому что я еще заходила из последних сил, вы не представляете. Это вот на самом деле, вот, можно сказать по-пластунски, мне самой вот смешно. Ну, не знаю, зашла в наш этот молочный киоск, купила варенец, потому что я крошку делаю с варенцом, но вот сегодня у меня еще и квас. Очень понравился этот квас. Попробую на квасе сегодня сделать, ну, частично на квасе, частично на варенце. Вот, варенец уже проверенный, скажем, такой этот рецепт, который я люблю. Да, вы там мне пишите, что кто-то там и на тане делает, и на минералке. Ну, я уже неоднократно рассказывала, в мой организм все то, что газированное, очень плохо принимает. Поэтому, ну, зачем, я сама себе буду вредить. Поэтому я уже делаю то, из чего я готовлю, мне нравится. Ну, у каждого, скажем, в каждой семье культ еды свой. Поэтому, в общем-то, я никому не навязываю свои рецепты. Кто захочет, тот сделает. Кто захочет, просто посмотрит, да. Кто захочет, поделится своими рецептами. Я понимаю, что, может быть, это вкусно, и все, я пробовала. Кто-то вообще майонез разводит с водой и кушает. Раньше мы добавляли уксус. Ну, все, в разные времена все было по-разному. Я хочу сказать, что вот даже, допустим, состав самой окрошки, да, вот, допустим, я пробовала с другой колбасой. Вот мне не так нравится, как с вот этой, которую я покупаю. Она называется у нас дугушка. Она типа балыковая, да. Тут кусочки мяса вот встречаются. Такие вот. И, ну, все здесь вот соблюдены пропорции всего так, что, ну, очень мне нравится, как и вот вкус, когда соединяется потом в окрошке это все, как будто вот та наша окрошка с былых времен. Вот, поэтому мне очень нравится. И я стараюсь покупать те продукты, ну, чтобы было вкусно. Одно время, вот, я даже укроп перестала покупать, и делала только с луком из-за того, что вот лук, ой, этот укроп, он не укропом пах, а вот какая-то такая непонятная трава, которая, наоборот, она не добавляла вкусноты, а, наоборот, портила окрошку. Ну, магните я покупала, там оно по сто лет лежит, и потом начинаются вот эти всякие, ну, я не знаю, в борще, возможно, оно будет по-другому, а, скажем, окрошку мою оно испортило, и я даже не смогла ее есть, было невкусно вообще. Вот, так, мне осталось, пока я тут с вами говорила, картофель, но я сейчас с ним быстро разберусь. У меня есть такая сеточка, и я всегда через сеточку не крошу мелко. Вот, так что вот такие у меня новости. Хочу вас всех поблагодарить за ваши комментарии, которые вы пишете, за то, что вы написали, что желаете мне творческих успехов, моих успехов в моих начинаниях. Вот. Ну, как видите, начинания не знаю какие, потому что завтра пойду и буду проситься, чтобы меня положили в больницу, прям буду проситься, потому что мне нужно уже туда попасть, я прям чувствую, что нужно. Вот. А там уже по факту будет видно, что они мне скажут, отправят они меня или нет. Дочь на меня ругалась вчера, сказала, мама, вызывай скорую, потому что у тебя такая ситуация, они обязаны тебя отправить. Вот. Ну, скорая сейчас у нас тоже не бьет баклуши, у нее там столько, вот бесконечно. Я же здесь живу около проспекта, да, я без конца эти сирены гудят, то, что скорая едет, потому что у нас тут от меня недалеко еще и больница, третья больница у нас так называется, и вот они едут туда и пищат. Так. Все, окрошечка моя готова. Сейчас располовеню я это все. Вначале перемешаю. Конечно, я тут с горой все это навалила. Ну, я с тем, с тем этим, что я половину переложу, потому что не влезет. Все, и нужно попробовать и так, и так, окрошечку. Маленькая кастрюлька, ну, она, наверное, на 2 литра у меня, может, 1,8, вот так вот. А здесь лоток, видите, кажется, что столько много. Ну, может и много, не знаю. Я сейчас частично оставлю в этом лотке. Я же говорю, не буду все. Сейчас понравится, значит, тогда буду дальше делать. Не понравится, значит, буду делать так, как я раньше делала. Не испытывать, как говорится, судьбу. Ой, такие запахи. Сказано, что домашние. И укроп пахнет, и лук, и огурцы. Так прям пахнут просто. Я вообще не знаю, вкусно. Еще молодая картошечка уже этого года. У меня еще есть старая, но я ее использую. Супы, борщи. Мне там тоже в комментариях написали, что по ГОСТу картофель полгода, потом он типа теряет свойства свои. У меня он находится в холодильнике. Температурный режим там у нее, у него совсем другой. Поэтому я думаю, что особо он у меня сильно не испортился. Ну, что ж, не буду же я его выбрасывать. Супы еще поем с этой картошечкой. Вот настолько продвинулся, хотела сказать, кардиган продвинулась в моей коде. не намного, но все-таки продвинулась. На этом я буду закругляться. И как всегда в конце своего видео желаю всем добра, хорошего настроения, легких петель и, самое главное, здоровья. А я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.